МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава государства Касым Жомар Тукаев не раз отмечал, что главное богатство Казахстана – это люди. Именно доступное и качественное образование является важнейшим фактором развития всего общества. Однако данный вопрос включает в себя не только доступность обучающих программ, но также и необходимость обеспечения обучающихся подобающими условиями. Вот только некоторые молодые студенты все еще сталкиваются с ситуацией, когда приходится искать себе жилье самостоятельно и платить за него немалые деньги. Данная проблема в Казахстане все еще актуальна. В связи с этим президент дал поручение в течение пяти лет построить общежитие не менее чем на 90 тысяч мест. Для безопасного и комфортного проживания студентов в течение пяти лет предстоит построить не менее 90 тысяч мест в общежитиях. Очень актуальная, животрепещущая проблема – общежитие. Для реализации поручения президента в регионах Казахстана ведется активная работа по строительству общежитий для студентов. Государственное акционерное общество «Финансовый центр», курирующий данный вопрос сообщает, что нехватка жилья для учащихся отмечается во всех регионах страны, в том числе и в мегаполисах. Общая потребность в общежитиях – более 69 тысяч мест. На сегодняшний день, согласно поручению главы государства, реализуется программа по строительству и реконструкции студенческих общежитий. Данная программа действует с 2018 года. По сегодняшний день механизм программы очень простой. То есть предприниматель, инвестор за счет собственных средств должен построить студенческое общежитие. И после чего, когда уже будет объект готов, введен в эксплуатацию, государство возмещает ему затраты, которые он профинансировал на строительство либо реконструкцию общежитий. То есть после того, как он строит общежитие, предприниматель должен будет поставить там турникет. Мы туда ставим свое программное обеспечение и по нему отслеживаем, действительно ли там проживают студенты, каких вузов, и они ежемесячно нам дают реестр проживающих. И по ним мы производим выплаты за фактическое количество проживающих студентов ежемесячно. Данное построенное здание, общежитие, остается в его собственности. То есть оно не переходит к государству и так далее. По информации финансового центра, предпринимателям, планирующим открытие общежитий в рамках партнерства с государством, предлагаются следующие меры поддержки. Гарантирование стабильного дохода. После ввода объекта в эксплуатацию, государство осуществляет размещение государственного заказа, ежегодный размер которого при строительстве составляет 195 месячных расчетных показателей. Для города Алматы 230 МРП. При реконструкции 47 МРП для одного студента. Для Астаны и Алматы 92 МРП. Госзаказ размещается сроком на 6 лет при строительстве и на 8 лет при реконструкции. Выплаты производятся ежемесячно. Ежемесячная плата за проживание. Арендная плата за проживание со стороны студентов не входит в стоимость госзаказа. Ее размер регулируется собственником общежития и определяется условиями рынка жилья конкретного региона. Создание коммерческих площадей. Возможно создание коммерческих площадей для оказания бытовых услуг, основными потребителями которых станут жильцы. Столовая, буфет, тренажерный зал, прачечная и другие. Если говорить по потребностям, на сегодняшний день потребность в студенческих общежитиях высокая. Из них самая высокая потребность – это, соответственно, в городах республиканского значения первое место – это Алматы, около 33 тысяч – Астана и Акмолинская область. В остальных городах тоже. То есть в основном на юге, где сосредоточены большие университеты, есть потребности. Каких-то определенных таких строгих требований по студенческим общежитиям нет. То, в первую очередь, построенное студенческое общежитие должно соответствовать строительным, санитарным и противопожарным нормам. Также в городах республиканского значения и областных центрах она должна быть минимально построена на 100 койко-мест. И на одного студента должно быть выделено 6 квадратов жилой площади. Одним из них является Дом студентов Казахского университета технологии и бизнеса в городе Астана, который на сегодняшний день охватывает всех студентов высшего учебного заведения. Дом студентов, в котором имеется 172 комнаты, рассчитан на 680 мест. В общежитии имеется студенческая столовая, комнаты, отдыха, прачечная и читальные залы на каждом этаже с полным доступом к интернету. Как сообщает Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, в настоящее время уже имеются предварительные договоренности о строительстве до 2025 года 75 новых общежитий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова